Формадол. Таблетки от головного боли. Вторая в Европе по протяженности и по площади. Она проходит не только по территории Украины, а еще с семи стран. Более того, если посмотреть на Карпаты из космоса, можно увидеть, что они будто являются продолжением, а может даже и началом легендарных Альп. Эти горы связывают Украину и Европу. Самая высокая часть наших Карпат – невероятный Черногорский хребет. Его длина 40 километров. Именно здесь расположились самые высокие и популярные вершины Украины. Гаверла, Пип-Иван, Петрос и другие, о которых мы еще обязательно вам расскажем и покажем. Но настоящие Карпаты – это не только альпинизм и трекинг. Высоко в горах жизнь не такая, как в городах. Здесь время течет иначе, и люди здесь совершенно другие. Это настоящие места силы и особенная атмосфера. Мы приехали в уникальное место. Самый высокогорный город и районный центр Украины – Рахов. Здесь самый большой перепад высот между низкой и высокой улицей. Самая низкая расположена на высоте 400 метров. А самая высокая – на высоте 1200 метров над уровнем моря. Именно здесь мы начинаем знакомство с самым известным народом Карпат – Гуцулами. И стартуем не с начала и даже не с конца, а с центра. Причем центра не горного региона, а всей Европы. На самом деле, такой неприметный издалека символ на обочине дороги никогда не скажешь, что это знаковое место для всей Европы. Вот это современная стела. А вот самое-самое интересное – древняя стела, установленная в 1887 году. Постоянное, точное, вечное место, очень точно, со специальным прибором, изготовленным в Австро-Венгрии по шкале меридианов и параллелей, установлен центр Европы. В конце 19 века географы Австро-Венгрии взяли все крайние точки Европы, включая острова, и провели линии. Та точка, в которой эти линии пересеклись, и стала центром Европы. Это поселок Геловое, это здесь. Тем не менее, в Европе все еще ведутся споры о том, где же ее географический центр. Разные ученые используют разные методы расчетов и получают разные результаты. Сегодня название географического центра Европы претендуют населенные пункты сразу в шести странах Европы. Но украинский центр имеет одну интересную особенность. Люди верят, что он способен исполнять желания. Вот видите, очень много мелочи. Люди бросают на удачу. Если будете в нашем центре Европы, не упустите возможность и прикоснитесь к нему. Тем более, что существует примета. Если сделать это, то ваше желание обязательно сбудется. Я воспользуюсь этой возможностью, прикоснусь к пупу Европы. И учитывая, что впереди у нас очень ответственная и непростая миссия, то я загадаю желание найти белое золото Карпат. Едем мы искать не то золото, о котором вы подумали, а куда более особенное и редкое. Такое есть только у нас, высоко в горах. Добраться туда можно только пешком, на лошадях, местных вездеходах или на вот таких багги, которые местные жители сдают туристам в аренду. Мы выехали из Рахова, это 430 метров над уровнем моря. А нам предстоит подняться на 1300. Добрать 900 метров высоты. Мы выезжаем из Рахова и попадаем в места, которые многие назовут бездорожья. Но в Карпатах на этот счет есть особая оговорка. Добрый день, как дела ваши? Добрый. А вот это все, что мы ездим, это дороги? Это такая сельская дорога. То есть, чтобы домой добраться, вы тут влитку скутер, в зимку Нива, лазик. Я тут живу, родился вот так. И как тут добраться? Куда Нива едет. Бажаю здоровья. Вам счастливого. Хочу обозначить очень важный момент для всех, кто приедет путешествовать по Карпатам и захочет проехаться на багги или отправиться в джип-тур. Очень важно, уточняйте у организаторов, а путешествие будет по дорогам или, не дай бог, кто-то собирается заехать в заповедник. Ни в коем случае нельзя ездить по заповедной территории. Нельзя портить те места, где не ездят машины. Обычных сельских дорог в лесу будет более чем достаточно. Вот, друзья, мы пробираемся, казалось бы, по бездорожью. Ау, какая жесть. Но это не бездорожье, друзья. Это обычная сельская дорога. Да, да, она обозначена на карте. И по этой дороге люди добираются домой. По этой дороге люди ездят за продуктами. Если необходимо, едут к врачу. Без этой дороги жизнь здесь была бы просто парализована. К сожалению, многие дороги в Карпатах выглядят еще так. В Швейцарии, в Австрии здесь мог быть бы асфальт, потому что эта дорога соединяет между собой два села. Но вот здесь это экстрим, ежедневный экстрим для людей, которые здесь живут. Они используют уазики, нивы. Но самое слабое место даже не дороги, а мосты. Если на них случаются аварии, многим машинам вообще приходится проезжать горные реки вброд. Мы стали свидетелями такой ситуации во время съемок, когда под лесовозом провалился мост. Хорошо поперли. Урал, конечно, вещь. Валит так, что аж просто брызги во все стороны. Справится ли с такой миссией арендованный багги? Сейчас узнаем. Ну что, рискнем? Поехали! Я стараюсь просматривать дно, чтобы не попасть в какую-то яму большую. Но, друзья, мы же золотоискатели. Ради золота можно и так рискнуть. Смотри внимательно на дно. Нормально? Можно дальше, да? Вот мы с Саней такой тандем. Саня снимает, смотрит камни, а я еду. Вот сейчас прямо нормально? Ну там глубина. А мне глубина не вижу. Давай я ей правее, проверь. Вот еще одна наша маленькая победа на пути к белому золоту. Это не экстремальное развлечение, а особенности повседневной жизни людей в этом горном регионе. Если ломается мост через реку, следующий обычно находится уже в другом селе. Поэтому кто-то срезает вброд, а кто-то едет в объезд. Дальше дорога резко пошла вверх. И вот, наконец, мы уже можем увидеть самый высокогорный, знаменитый и легендарный хребет украинских Карпат. Вот, пожалуйста, перед нами Боб Иван, обсерватория. А если немножко развернуться, мы видим Гаверла в облаках. И весь Черногорский хребет перед нами во всей красе. Лучшая отправная точка для исследования Карпатского высокогорья и Черногорского хребта – Варковына. Ее еще называют Гуцульской столицей. Именно здесь можно познакомиться и с традициями местных жителей. И увидеть самые завораживающие пейзажи во всем регионе. Не поверите, на Луне тоже есть горы, которые называются Карпаты. И они расположены на берегу так называемого моря дождей. До лунных Карпат этот туристический вездеход, конечно, не доедет. А вот до границы с Румынией запросто. Это один из постов Государственной пограничной службы Украины. Если будете путешествовать в этих местах, не пугайтесь контроля. Здесь может проходить и проезжать любой человек. Но для этого важно не позже, чем за 24 часа до приезда отправить на электронную почту Мукачевского или Черновицкого пограничного отряда список с вашими именами, маршрутом и датой похода. В турах этим занимаются организаторы. Но если вы путешествуете самостоятельно, не забудьте предупредить пограничников. При себе нужно обязательно иметь документ, паспорт или права. Потому что это приграничная, особенно контролируемая зона. Очень спасибо за вашу работу. Спасибо вам. Есть какие-то случаи, когда какие-то контрабандисты пытаются что-то пронести? Всякие бывают. Кстати, зарегистрироваться полезно еще и для безопасности. Туристы теряются в Карпатах. Особенно зимой. А такие небольшие погранпосты в Карпатах выполняют еще одну очень важную миссию. За что их называют пунктами обогрева. Если турист попал в непогоду или заблудился, он всегда может тут укрыться. Внутри специально хранят медикаменты, запас дров и продукты. А дверь не запирают, даже если выходят. Так что наши пограничники здесь обеспечивают не только безопасность границы, но и безопасность туристов. Вот видите, сразу дрессирован как. Понюхал машину, проверил, нет ли у нас тут оружия, наркотиков. Сразу вот рефлекс. Ребята, все безопасно, мы можем ехать дальше, да? Спасибо большое, мы поехали дальше. Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Смотрим в эту сторону и видим деревянные столбики. Это уже граница с Румынией. И вот дорога, которую мы видим, она уже румынская. Там находится родина графа Дракулы, Трансильвания. И вот так вот по границе с Румынией мы потихонечку пробираемся к главной цели, к сокровищам сегодняшнего выпуска «Мандруй Украиную». Подъем уже вообще невероятный. Двигатель еле справляется. Давай, давай, родной, давай. Ничего себе! Вот это да! Какой кайф! И я вижу людей! Ура! Сейчас я остановлюсь. Доброго дня! Добрый день! Як вас таких красивых звати? Милана. А вас? Василь. Василь, привет! Вы откуда и куда? У нас села красный ходили по горы. Я ищу белое золото. Ну, вы сюда проедете прямо и выезжаете. То есть вот эта техника дотянет, да? Наверное, вы выехали. На все добре. Миланочка, пока. Благодаря подсказкам местных мы теперь знаем, что уже почти у цели. Именно по этим дорогам местные жители спускают белое золото с гор. И эти дороги впечатляют все сильнее. Забавно знаете, что вот мы сейчас едем и говорим экстрим приключения, а при этом встречаем пастухов или папу с дочкой, которые просто вышли погулять, пособирать цветы. То есть для нас это экстрим, а для гуцулов, которые тут живут, это обычная жизнь. Вот, друзья, видите, здесь уже такой крен, поэтому на всякий случай наш гид Петр, он висит с обратной стороны квадроцикла, чтобы мы не перевернулись, не улетели туда. Саша, давай быстрее садись в машину, будешь тоже дополнительным грузом. Мы практически на месте, но где именно находится клад, я пока не знаю. Без помощи местных не обойтись. Ого, какие у вас сдобудки. И она у нас есть. Ведь наш проводник – знаменитый карпатский грибник Юра Соломченко. Пять минут, и вот, наконец, известный грибник приводит нас к тому, без чего сложно представить Карпаты. Доброго дня! Это белое золото! Друзья, мы нашли белое золото! Белое золото Карпат – это не подземные самородки и неблагородный металл. Это гуцульский сыр, который есть только здесь и больше нигде в мире. Без этих овец его бы просто не было. Это белое золото Карпат. Потому что сейчас они попаслись, и их сейчас будут доить и делать из их молока самые вкусные молочные продукты. Сыр, брынза… Брынза, друзья! Вот, брынза – это белое золото Карпат! Посмотрите, какое зрелище! Фантастика просто! Вот это приключение! Вот тут сколько их! Сотни! Рано утром пастухи, которые все лето живут здесь на полонинах, выводят этих овец спастись. Поздно вечером перед заходом соса возвращают обратно. И они дают молоко, из которого делаются знаменитые легендарные карпатские сыры. Вот так вот сотни овец забегают домой после прогулки. А сколько у вас всего? Четыреста! И тут четыреста зараз? Класс! Дима! Ваня! Андрей! Класс! Делитесь на передачу! Дима! Святный мир знаете? Да! А тут телевизор есть или что-то? Да! А как вы знаете? Дома-дома! Тут мы в четыре месяца! Все лето тут! Без интернету, без телебачения! Интернет есть, телефон! Что, ловит? Да! Дай проверю! Четыре джи тут? Да, посмотрите, друзья! А имена ловцам даете? Да! А как вы их клычете? Как что треба? Фью-фью! Фью-фью! Йоу-йоу! Еще как можно? Фома с утра! Ну, вот такие! Фью-фью! Ахаха! СМЕХ Юра! СМЕХ СМЕХ Богатый рьбив ешь! СМЕХ Мы не сдаемся! СМЕХ СМЕХ Пацаны, простите, давайте чинить теперь! Сейчас поубегают! СМЕХ СМЕХ К счастью, система охраны овец здесь не сложная! Ее можно быстро починить! Ну, что, я думаю, вы понимаете, что мы нашли источник белого золота, Само белое золото еще нужно увидеть. Белое золото, Карпат, это брынза. И теперь уникальный шанс и случай. Я хочу попроситься вместе с пастухами провести день. Неотложные рабочие вопросы часто возникают не вовремя. Сказал бы я раньше и бегал по горам в поисках Wi-Fi. Но сегодня я могу быстро решить любой вопрос благодаря мобильному интернету. Для этого я просто включил 4G в своем смартфоне. Здесь, на полонынах, высоко в горах, рождается лучшая гуцульская брынза. Такой сыр не сделаешь в городе, потому что экология идеальна. Заводов и предприятий рядом нет. Все продукты, рожденные в горах, ценятся особенно. Мы с вами слышали о целительных свойствах высокогорного чая. И, например, о том, что горные виноградники дают особенные плоды для изысканных редких вин. То же самое и с карпатским высокогорным сыром. Он делается в этом волшебном микроклимате и чистоте, когда животные питаются лучшей пищей и дают экологически чистое молоко. Именно поэтому гуцульские сыры настолько эксклюзивны. Такие не найдешь даже в самом дорогом киевском супермаркете. Какие вы сыры делаете? Гурду, птунсгудза, брынза. Сможете показать все, научите? Вата, вымог, это заступный хозяин. Это на гуцульский мове, да? Да. Вата, заступный хозяин, а хозяин? Газда. 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 Вот это ваш дом, да? Стая. Место, где варят сыр. Стая. Этот небольшой деревянный домик посреди полоныны одновременно и сыроварня, и летнее жилище для пастухов. Четыре месяца в году они проводят здесь. Каждый день выпасают овец и коров. И готовят лучший и самый экологически чистый сыр в стране. Пацаны, а что это такое? Голова овцы, кажется. Хабинал, пацаны. У вас много гадюк тут? Я, я. Добрый день, я Дмитро. Дуже приятно, мне ваше. Я вата. А зачем прицепили сюда? Абе, был знак, уши. Хозяин. Извинуваться, что есть знак, что ни убили, ни зили. То есть есть хозяин этого всего, да? Не одно хозяина в ютке, а богатые. Там кто, 10, кто, 5, кто, 30, кто, 50. Сейчас берутся, то купят на весне. И в Карпатии, на посадочку. То есть вас как бы нанимают на работу, да? Так. Если овса погибла, вас что, штрафуют или что? Нет, надо оплатить грошу. Сколько стоит одна овца? Теще. 800 тысяч. Только если убила гадюка, то тут вешается и хозяин знает, да, потерял. Ну да, да. На этой части тела остаются следы, по которым опытные овсоводы видят, что животное умерло именно от укуса ядовитой змеи. А значит, пастух не виновен. Я в лучших традициях своей работы не могу просто наблюдать. Буду проситься к вам пожить, научиться делать сыр, научиться доить овец. Я хочу стать таким, как вы. Это именно. Сгода есть? Сгода есть. Тогда по рукам. По рукам. Солнце уже зашло за горы. Но у пастухов еще остаются дела. А поскольку мы теперь одна команда, то и для меня появились задачи. Шеф с помощниками идут хозяйничать возле скота. А мне, как новенькому, показывают базу и оставляют готовить ужин. Ух ты, тут горит костер. Ватра. Ватра. И, насколько я знаю, ватра не может потухнуть. Она должна гореть всегда. Так, крестит у вас. А как поддерживаете, чтобы не упустить сучу? Всегда должен быть то-то. Это смотритель огня, правильно? Да. Это вечный огонь, можно сказать? Теперь у нас с Юрой двойная ответственность. Сейчас мы становимся не только смотрителями вечного огня, но и поварами в гуцульской сыроварне. На самом деле, друзья, у нас в руках настоящий эксклюзив, редкость. Краснокнижный гриб, который вы не купите даже в самом дорогом и элитном супермаркете. Такое есть только в Карпатах. Это уникальный и очень ценный гриб, у которого сразу несколько названий. Катателазма царская, тунт или просто царский гриб. Он настолько редкий, что даже если местные жители встречают его в лесу, ни в коем случае не срывают. Этот гриб можно только подобрать, если он был поврежден или упал по естественным причинам. Ты вот если так положил руку на сердце, сорвал бы, если бы увидел растущий? Ни в никакой разе я бы не срывал. Только если ты видишь, что он отломился? Деколи его сбивают в ивцы, а деколи, когда он не вырастает великий, он просто падает. И ты его поднимаешь? Так, я его поднимаю. Оббивающие споры. То есть мы сейчас готовим такой гуцульско-богатый вариант юшки, редкий, эксклюзивный. Только здесь можно попробовать, если повезет. Если какая-нибудь овца собьет царский гриб. Что нам потребно? Нам потребно, у нас есть такой казанок. Нам потребно, вот возьмем хлопец сало, цибулю. Мы сделаем зажарочку, потом мы чистим грибочки. Высыпаем сало. Я предлагаю ставить просто прямо на угли. Давай так и сделаем. Уникально, друзья. Я напомню, что это костер, который никогда не гаснет. Если вдруг этот огонь погас, это очень плохая примета. Поэтому за этим следят. Это традиция, которой многие и многие сотни лет. Сало топится, а мы идем готовить юшку дальше. Высыпаю лук. Сегодня у нас в меню не только королевский гриб, но и хорошо знакомые нам с вами белые. Насправді белые грибы в нашем регионе можно есть сирями. Нужно просто взять сирь, посолить чуть-чуть и ждать, пока гриб выпустить в воду. Буквально через три минуты оно будет готово. А можно я попробую? Так, конечно. Это как такое карпаччо получается из грибов. Так, тоненький. Или сашими, друзья, можно сказать, из грибов. То есть сырые грибы. Можно просто брать вот такой гриб без соли и его попробовать изъесть. Никогда сырые грибы не ел. Это без соли? Солодкий, как орех. Да, похож на орех, кстати. Очень мягенький орешек. А мне понравились сырые белые грибы. Смачні. Да? Класс. Особенный вкус. Вот это не как вареные. Сколько лет ты занимаешься грибами? Ну, видко я себя помню. Роки в сорок. А тебе сколько? Мне сорок четыре. С четырех лет занимаешься грибами. Друзья, если вы не занимаетесь грибами с детства, если ваши родители с детства вас этому не обучали, и если вы не живете в Карпатах, сырые грибы не ешьте. Никакие. Потому что это может закончиться трагически. Учтите, что если вы допустили ошибку и сорвали не тот гриб, то последствия могут быть смертельными. К примеру, ядовитый двойник белого гриба, так называемый сатанинский гриб, по виду очень похож на съедобный. Но всего один кусочек может вызвать потерю сознания, паралич и даже остановку сердца. Я согласился на этот эксперимент только потому, что доверяю огромному опыту Юры. Если вы хоть немного сомневаетесь, ни в коем случае не рискуйте. Ошибка в случае с грибами может стоить жизни, если нет опыта и знаний. А пока мы пробовали грибное сашими, приготовилась наша поджарка. Заливаем ее родниковой водой и приступаем к царскому грибу. Разрезай на опыту. Ох, такой жесткий. Да, да, да. Вот, теперь можем в профиле его посмотреть. Царский гриб вы, конечно, не найдете в супермаркетах, но его можно заменить белым грибом, причем даже сушеным. Все, грибы нарезаны, и сейчас мы их отправляем туда, до цыбульки. Дальше нам нужно подкинуть в огонь, чтобы оно закипело. О, парни, вы с молоком уже? Да. Йоу, посмотрите, какое молочко. Овечье. Овечье. Идемте, а мы уже почти юшку сварили. О, Йоу. Юр, давай, я тебе передаю дрова. Давай, кидай. Опа. Это какое молоко? Корович. Это только что, да, сейчас надоели, да? Да, так, корович. А почему здесь еловые ветки лежат? Абе молоко фильтровалось. Это как фильтр, да, природный? Ага. Класс. Давай. Состормай. Сколько, 20 литров тут, да? Сорок. Фильтр, конечно, уникальный. Еловые ветки. Вот, все совершаем на ветке. Уже сейчас мы видим первый секрет карпатского сыра. Коровье и овечье молоко перемешивают в одном чане. Именно из этой смеси сразу двух видов молока и будет рождаться белое золото. Хороший, смешнейший желчим молоком сыр, как само икоровье. Значит, попробуем, что там сыра будет лучше. Буц – один из самых известных карпатских сыров. Его обычно едят свежим или немного подкопченым. Но чаще всего превращают в легендарную брынзу. Этот процесс мы увидим завтра. А сейчас попробуем полуфабрикат или основу белого золота карпатных. Вот я пробую бутс. Волшебство. Мне кажется, итальянцы нервно курят в сторонке со своим сыром. Сравним бутс и ворду. Бутс. Похож на брынзу, кстати. Он похож на брынзу. А ворду? Ворду – это как, знаете, вот такой домашний творожок, очень вкусный. Такой вкус, что я бы просто съел это вот все, что у вас есть. А вы питаетесь здесь чем? Сыром в основном? Да. Сыр, ворду, масло, тартана, молоко. Как здоровье? Если болеешь, то как лечишься? Или ты не болеешь? Я не болею. Если слабее нагреть, то 95. 95 – это что? Это не квартал? В общем, друзья, если приезжаете в Карпаты, не упустите возможность. Возьмите рюкзак, приходите сюда, зайдите в сыроварню. И это впечатление на всю жизнь. Как вкусно. Я такого сыра никогда не ел. У костра все ждут еще один карпатский деликатес. Уцульскую юшку. Вы любите свою работу? Да. Как бы не любил, то бы не было. Ну вот 4 месяца, это ж жену не видишь, детей не видишь. Нет. Есть, что-то, что-то дома. Такие женщины, там, на два. Можно сбегать, да, к жене? А жена может прийти сюда? Да, убрать. Узабы, а, будет. Только можно в лесу встретиться? Так, на пыльку. Сыром на полонинах традиционно занимаются только мужчины. Так принято. Встречаться с женщинами только за пределами сыроварни – это давнее правило и обычаи. Так сложилось исторически. Гусулы говорят, что делали так, чтобы не отвлекать других мужчин от работы. И чтобы между мужиками не возникало конфликтов из-за красивых гусулок. Так, нам цилипочки сильно киплять. Треба их подписаться чуть-чуть так над в огнем. Можно. Барфелло – это вот такой поворотный механизм, который используется в приготовлении сыра. Вот, можно поворачивать и направлять так, чтобы кастрюля или жбан был точно над костром. Хоть забагато, выцеливаешь на дверь, чтобы начать слабше варелось, хоть дольше варелось туда днешь. Можешь на воздухе, чтобы огонь горел, под китлом, без тем, а бедро вас не докивали. Потому что, главное, это сразу надрало, так сразу прогорает. Поэтому есть такое выражение – без барфеллы немае вурду. Это ключевая деталь в приготовлении сыра, ключевой механизм. Вот. И вот мы сейчас барфеллу используем не для сыра, а для того, чтобы приготовить юшку. Зараз мы делаем последние штрихи, добавляем смак, трошки дыма. Вау! Окунул просто бревно. Вот это секретик. Ставим на стил. Особенное горное блюдо готово. Не терпится продегустировать. Ой, какая ароматная. Обязательно сметана. Так. Давай. Продолжение следует. Мама устает. Помогите все девички. Давайте, конечно. Смачного. Впервые ем юшку со сметаной. Вот наверняка все вы пробовали либо жульен, либо грибы тушеные в сметане, в сковородке. Это вкусно очень, да? Вот здесь есть легкий привкус того, что я назвал, но это другое совершенно. Это суп. Он имеет такой глубокий, стойкий вкус, который долго сохраняется в ротовой полости. Это не такой вот жиденький бульончик, который наливают в дорогих ресторанах и говорят, что это юшка. Такой особый вкус заслуга во многом того самого, по-настоящему царского гриба. Я его попробую. Жесткий. Какой ароматный. Не с чем сравнить вкус. Друзья, представьте, очень насыщенный грибной вкус. Несравнимый ни с шампиньонами, ни с белыми. Это вот катателазма царска. Очень вкусный гриб краснокнижный. Спасибо тем овсам, которые нечаянно его сегодня сбили. Лучшая юшка в моей жизни. Я хотел бы так, чтобы моя другая не готова. Босс, сами такую готовите? Ну. Ну, это значит да на гуцульском, да? Да. Ну. Ну. Ну, все, я гуцул. В этой карпатской экспедиции у нас есть шанс не только попробовать уникальные продукты и блюда горной Украины, но и увидеть настоящую жизнь гуцулов. Гуцули – это консерватор. Они сберегли традиции, они сберегли кухню, они сберегли говірку, они сберегли до тепер эти веселья. И этим пишаются. И это модно тут. Культура сбережена благодаря гуцулам. Спасибо вам за это. Ты заходишь и ведешь реальную жизнь. Пора спать? По норах. По норах. Шеф сыроварни, или, как говорят гуцулы, ватак, разместил нас с Сашей прямо рядом с ватрой – вечным огнем пастухов. Где он? Скорей! Ну что, пора, да? Пора, пора! Утро в сыроварне начинается с древнего гуцульского ритуала. Н다는anci史. Ты же кричал утром? Что..? Ты просто сообщаешь всем, что ты проснулся и начинаешь работать? Так, так. Так начинается утро Гуцула на Суроварне. Получается. Сами Гуцулы говорят, что традиционное Гойханье – это не только местное доброе утро для всех соседей, но и эмоция, которую испытываешь, глядя на красоту Карпат. Это как крик души в самом положительном смысле. Прошел месяц, сейчас лучше получалось. Итак, под бодрое Гойханье начинается каждый рабочий день Гуцула в Суроварне. Зажигалка. Он проснулся и побежал. В цивилизации абсолютно другая жизнь. И вы наверняка не догадываетесь, что в нашей с вами стране, в Украине, параллельно существует вот такой мир. Без телефона, без телевизора, без электричества даже. Где утро начинается, Аз. Ой-ой-ой! Эй, поднялись коровы! Поднялись в Украину! Встает Гуцул и кричит. Ой-ой, гонит корову! Давай! Я лапчу, и деду, я дьюся. То есть, видите, команда делится. Шеф собирает коров по всей полонине и дует их. А я иду к пастухам, которые добывают драгоценное овечье молоко. Семья есть? Есть. Дружина есть. Твоя жена тебя не видит 4 месяца, да? Я приехала, с детьми приехала с ним. Автобусом. А ведь кинем их. Ты сколько здесь зарабатываешь до лета? Да, я с моей девушкой откола. 45. 45 тысяч? Десятка примерно в месяц. Ну, то есть, потому что лето здесь считается. И три месяца, и десять лета. Больше трех месяцев. Зависит от сезона. Так, а вон палатка. Мацанчиков? Подъем! Курить натощак вредно. Добрый ранок. Готов работать? Ёлка. Ответ – ёлка. Это значит – да. Смотрю, где спят охранники. Два пастуха всегда здесь ночуют возле отары овец. Чтобы, не дай бог, не украли, чтобы волки не подошли. Здесь идет контроль безопасности. У них вот есть мощный фонарик, он же дубинка. Возьму-ка я, одолжу. Шляпу? Парни, можно шляпу вашу, да? Схожий на гусло? Бартка. Едите сюда. Давай, Бартка. Я видел такие тоже в магазинах, туристических, такими украшениями. Настоящий такой, да? Ну да. Сейчас будет начинаться процесс дойки. Вот, открывает. И собака помогает, видите? Контролирует, чтобы овцы не убегали. Вот это круто! Оу! Йоу! Сколько? Очень. Привет! А как эту звать? Кудрик. Кудрик. Молодец. Хорошо работаешь. Настоящий пастух. Загнали. Закрываем. Вот так вот. Два пенечка, два ведерка. Но сегодня в команде будет на одного работника больше. Рукава закатываю. Схема дойки простая. В загоне за мной овцы стоят в очереди. Один из пастухов постепенно пропускает их через небольшие отверстия в заборе. А мы с другой стороны ловим и доим. Оп. Давай. Эту брать, да? Вот так. За что ее брать? А ты такой ловый. Ты из такого. Ты из такого. Такой боку вымя. И так дай. Ну, на самом деле стоят. То есть надо выше вымя не взять и так и держать, да? Не за ноги. Нет. Я боюсь просто, что оторвешь вымя. Нет. А ты иди сюда попой ко мне. Хвост поднял, ага. Теперь нащупят вымя. О-о-о, как хорошо тут. Такой напорчик. Получается, пока не так быстро и уверенно. Как у опытных пастухов. Но процесс пошел. Правда, в дойке овец оказалась еще одна сложность. Я тебя не додоил. Молоко не опрокинуть. Сесть, зажать ведро. Не убегай, у тебя много молока. Шляпа. С этими лофтами. Да куда ты ловишься задним сюда и сюда? Оп. Вымя дай. Эй. 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 Я тебе сейчас. Убежала, не додоил. Сколько в среднем одна дает молока? Молока. Так мало, представляете? Казалось бы, легкая работа – доить овец. Это тяжелая работа. Потери и удержи. Сколько весит овца одна? Сорок килограммов. 40 килограммов. Сопротивляются. Она не хочет, чтобы ее доили. Нет. Не уйдешь, неудойная. Вот. Подняли. О, молодец. Вот так. Вот так задницу держи. Я буду доить тебя. Твоя помощь должна. Она не хочет мне давать молоко. О, а видишь, к тебя послушная сама на коленке встала. Молодец. Меня не слушалась. А правда, что овцы привыкают к хозяевам, да, и знают? То есть она видит, что чужой, поэтому не хочет. Боится меня. Я буду молчать. Голос посторонний, чужой. Лучше молчать. Давай сюда. Не мешай другим. Вот. Встала задница и так. И стой. Хвост подняли. Ой, пошло. Вот видите, я даже свой способ придумал. Я ее прижал одной ногой, поднял хвост. Придерживаю пальцы, придерживаю зашерсть. Потому что они боятся чужих людей. И я поражен тем, насколько маленький удой с одной овцы. Что у меня пока, посмотрите. Вот. Три овцы. Вот молоко. У тебя сколько? О! Видите, я не додаиваю явно. Плостик подняли, лапу подняли, подошли. Вау! Стоять! Она насыпала туда. И я напугал овцу и испортил молоко. И удой получился немножко не тем, что надо. Хорошо, что молока мало. Представляешь, какая видо было бы, если бы полное ведро. Это выкидывает все уже. Вот так вот. Бывает такое, да? Нет, у нас не было. Это первый раз? А ведро еще есть другое? В начале, видя эту красоту, мне казалось, что работа пастуха – это сплошной релакс в другом мире. Но на самом деле это очень тяжелый труд. Ух, я вам скажу, руки устают, конечно, пацаны. Вы, наверное, шварценеггеры все. Ее же удержать надо. Вот теперь, после этого дня, я буду по-другому относиться к домашнему молоку, которую продают бабули на базаре. Адский труд просто. Эй! Разлило молоко немного, да? Стойка может продлиться несколько часов. За это время руки очень сильно устают. При этом каждая овца дает всего по 50-100 граммов драгоценного молока. Закрываем загон. А теперь, внимание, смотрим, сколько молока надоили профессионалы, а сколько надоил чайник, перворазник, новичок. У тебя сколько тут? Месяц. У тебя сколько? Одиннадцать. Одиннадцать. А у меня? У вас литр. Десять литр. Литр. Ха-ха-ха. Ну, друзья, все равно это мой литр. Это мой первый литр. Вот каждый со своим ведерком. Мне честно, мне стыдно показывать вот это главному. Вот он, мою дочь. Перед тем, как сдавать работу бригадиру, у пастухов есть несколько минут на заслуженный отдых. А я еще слышал, что это отгонять злых духов. Бояться жир и бояться. Что, волки боятся этого, да? Волки боятся. Кто еще опасно? Какие опасные звери тут есть? Медведи, волки есть. Боятся колокольчиков. А ты кого лично видел? Волки. И как? Страшно? Страшно. Если встречаешь медведя, что надо делать? Поднимать руки, кричать? Кричать. А как ты кричишь, когда видишь медведя? Местные говорят об этом спокойно. Потому что хорошо знают, как вести себя в подобной ситуации. Но неопытным туристам следует помнить, что в карпатских лесах обитают бурые медведи. Самые крупные хищники в украинской фауне. Они весят более 400 килограммов. И могут бегать со скоростью 55 километров в час. Шутить с ними точно не стоит. Но в нашем случае медведей боятся. Без сыра остаться. Идем работать дальше. И вот уже знакомая нам процедура. Процеживаем молоко через еловые ветки. Теперь идем к коровам. Шеф, ну что, овцы подойны? Далее все коровы, еще пару столбчиков. Одну дашь попробовать? Ведра надо было взять. Откресные охлаждения. Ау, ведра принеси! Ау, ведра принеси! Ты про всю ее радиостанцию? Я не знаю, но так их не просто отрягнуло. Ау, иди, иди, иди. Halo, иди, иди! Класса и тъцидут Ricci. О, иди, иди, иди! Четыре. These days перед Mysterio Games Trend interviews робост Nations Бmillimeter поэтому много чего-тоobsugят. Не переводимый текст абсолютно. Он сказал корове, чтобы она стояла спокойно. Парное молочко. Выдер руки об хвост. Надо, чтобы рушничок, когда вытираешь руки, нечаянно не выделил ничего. Пробуете даете? Конечно. Идем. Какой копчик? Это еще одно название гуцульское. Немного набравшись опыта, с коровами дело у меня пошло уже гораздо быстрее. Они как минимум не пытаются убежать. Надоенное молоко в 40-литровых бидонах спускаем в сыроварню. А ты бы поменял вот эту жизнь, если знаешь, так фантазировать? Тебе предложили бы бросай полоныну, даем тебе квартиру в Киеве, в центре. Красивую. Не забуду работать в Киеве. И денег тебе дадут, например. Просто, неограниченно, на всю жизнь. Согласился бы? Не хочу отсюда. И что, погадать? Нормально. То есть не поменял бы, да? Да. Признаться честно и мне, находясь здесь, совсем не хочется возвращаться в город. Но как бы романтичная жизнь пастухов не выглядела на экране, работа этих мужчин по-настоящему сложная. Вот так вот смешиваются коровья, овечи и в этом секрет уникального сыра, которого в мире больше нигде нет. Только после того, как все утреннее молоко собрано, команда может позавтракать. Друзья, это называется гуцу и готовят завтрак. Посмотрите, ведро молока. Только что надоели. Теплое еще. Вот. Это бутс? Так. Это вурду. Сметана домашняя, хлеб, сало. Вот такой гусульский завтрак. Но сегодня он будет необычным. Это наша традиция. Культурный обмен. Дать попробовать то, что эти люди никогда не пробовали. Потому что вот этот чемоданчик я привез из Китая. Такого гусуль сегодня еще не видела. Смотрите. Открываем чемоданчик. Он не ядерный. И там не деньги. Пам-парарам. Это традиционный набор для китайской церемонии. Все китайцы пьют чай только так. Даже во дворцах так китайские правители пили чай. Вот так он выглядит. И сейчас я проведу вам церемонию по всем правилам. Китаец, стоп. Настоящий китаец. Пожалуйста. Вы уже такие насеченные. Классно. Все-таки я скажу. Бомба. Бомба. Начинает. Ух, колбасить. Багаристов. Какой план на сегодня работы? Все. Каждый мой хлопчик идет самим пасом. И то я с Петровым стою до варить бутс вурду. Я с вами варю бутс вурду. После украинско-китайского завтрака начинается самый важный этап работы. Рождение карпатского золота. Чан с молоком вешают уже над огнем. Ставишь, нагрели молоко без войны. Вот, на дверь. Молоко грязи. Довим, мы досыпаем. Потом молоко сюда. Вчерашнее молоко аккуратно. Ступенька. Я бамочек. Уже догнал на бамочки. Я могу заказать молочем. О, все. Сколько литров тут сейчас? 250. 250. А сыра сколько будет с этого? 30 килограмм перша будет. Это делается сыр, который называется бутс. Так. Бутс. А потом уже вурду. Так. Молоко разогрелось до нужной температуры. Дальше шеф идет за особым ингредиентом. Который и превратит теплое молоко в сыр. Это по-нашему называется сырец. Дословно к теляче. Молодая теляка режет и ест такой там топшук. И там у кем топшуку ест. Хлэк? Да. Это в желудке у молодого теленка? Да. Это как захвастка? Да. У молодых телят в желудке вырабатывается сычужный фермент, который помогает им переваривать молоко матери. Без этого фермента уникального карпатского сыра не было бы. Как ты ее готовишь? То есть ты убиваешь молодого теленка, да? Да. Достаешь из живота что ты достаешь? Весь желудок или только часть? Весь желудок. Весь желудок, да? Кидаешь молоко. Не молоко. На воде. Даю соль туда и кладу в сусет. Получается, чтобы получить такой сыр, нужно убить маленького теленка, да? Да. Необходимую закваску можно получить только из желудка теленка, который еще ни разу не ел траву, а питался только молоком матери. Вот это закваска на желудке. Нужна одна чашка, да? Да. Друзья, это как бактерии. Если вы дома когда-нибудь делали йогурт, нужно насыпать в молоко бактерии. И молоко скисает, превращается в йогурт. Здесь природные бактерии. А сколько дней закваска превращает молоко в сыр? Час. Так быстро закваска работает, он за час уже в сыр превратится? Да. С ума сойти. Давайте проверим. Ровно через час смотрим на результат. О-о-о! Посмотрите, друзья, прошел час, а тут уже простокваша. А почему так быстро? Как так быстро? Ну, как бактерии. Не больше, не меньше. Вот как выглядит этот инструмент. Батт и лэв. Батт и лэв. Да. Такая палка-мешалка. Так. Все. Уже готовы, да? Да. Зараз у него сядут чуть-чуть, и зараз все выбираю, что делать. Перед следующим этапом сыровар обязательно тщательно моет руки. Сейчас смотрим, собственно, как бут рождается. Ты руками собираешь, да, его? Да. Удивительно, но всего через час масса уже достаточно густая. Будто творожная. О-па! Захватили такой кушмяк. Захватили такой кушмяк, чтобы с корсички кушать. Оп! Пасту дайдем. Вешаем. И снизу подставляем эту корзинку. Сколько дней будет тут? Рано уже сюда. До утра он висит здесь, стекает. Завтра утром он уже будет сохнуть на чердаке. Пошла следующая партия. Сливаем лишнюю влагу. И теперь раз, два, три в жбан. Оп! Погрузили. Фантастика, как быстро образуется эта масса. Вот молоко было час назад, уже масса такая творожная. Опа! И вот это все, то что стекает, вы собираете потом? Сюда. Производство здесь безотходное. Применение находят всему. То, что мы называем сывороткой, здесь выполняет еще одну, совсем другую функцию. О, это сейчас очень кстати. Теперь еще полдня можно спокойно работать. Поехали. Смотрите, какой красивый ночной вид. Сейчас попробую сделать кое-что интересное. Обычно фотографии или видео на телефоне вечером, а особенно ночью, получаются, мягко говоря, так себе. Но это не про мой телефон. Сейчас поэкспериментируем. Смотрите, круто же получилось. Что-то мне кажется, скоро мы будем ездить в экспедицию с телефонами. Это остатки от сыра бутс. Варится бутс, остается жидкость такая вот, желтенькая. На вид как-то вот для меня стремновато. Называется гусульский куслик. Кисляк. А если полгода жарко, так бомба. Так это квас, квас без газа. Прикольно, выглядит так немножко не очень, но вкус хорошо. Короткий перерыв на гусульское пиво закончен. Пора возвращаться к работе. Дальше мы поднимаем вчерашний сыр, который уже немного подсох, на специальную конструкцию, похожую на небольшой чердак. Там сыр дыму дозревает. Вот видите, здесь специально оборудовано место на чердаке. Такие досточки укладываются. Ох! Кроме того, что сохнет, он еще коптится. Потому что дым валит нереальный просто. Это мой один день, да? Да. И он постепенно так оседает, оседает. Кесми оседает, и сахнет походу. Выглядит, конечно, нереально красиво. Попробовать кусок можно? Пощипать. Сколько дней ему? Три дни. Прикольный. И сколько? Еще два дня надо ждать, да? С два дня три не достучи. Мы с вами видим то самое золото белое, Карпат. Такого сыра больше нигде в мире не попробуешь. А теперь особенно интересный момент. Из того, что осталось в чане, мы готовим уже другой знаменитый вид карпатского сыра – вурду. Жидкость, которая осталась после бутца, она идет на вурду, да? Да. Это будет закваска? Да. В этом процессе ни одна капля не пропадает. Жидкость, которая стекла с предыдущего сыра, тоже отправляется в чан. То есть технологически молоко овечек и коровы смешали, подогрели, добавили в телячий желудок, то есть маленького теленка, который еще траву никогда не ел. Подогрели, отодвинули в сторону, постояло час, готов сыр бутц. Все, что осталось жидкое, в него добавляем то, что стекает с сыра бутц, вот эта прозрачная жидкость. И дальше варим, да? Да. Сколько варим? Полтора часа. Вот подкидываются дрова, и так здесь, в этой сыроварне, процесс проходит каждый день. Начиная с мая по сентябрь. 120 дней в году. И получается ваши объемы производства в день бутц, вурду, сколько в килограммах? 50. Как вы заложите, как заботу худо. Что вы потом делаете с этим сыром? Люди себе берут, а они на базар. Ну вообще это хозяин делает, да? Да, да. А вы на зарплате? На зарплате, на работе. А если не секрет, какая зарплата? Яхто. Ну хватает на жизнь, нормально заработать. Да. А вот хорошо, лето здесь, а чем зимой занимаетесь? Зимой яхто. Главная проблема пастухов, что их работа сезонная, всего на 4 месяца. В несезон пастухи вынуждены работать на стройках, ехать на заработки в большие города или в Европу. Итак, друзья, прошло полтора часа, и молоко уже напоминает простоквашу такую, густую, домашнюю. Класс, обожаю. Вордо? Да. Как собираем? Дружь, легко. Сыр, похожий на творожок, очень вкусный, очень полезный, уникальный, который можно встретить только в Карпатах. Столетиями традиции не меняются, и это очень круто. И завтра вот в таком виде уже будет здесь, да? Да. Круто. Так каждый день эти запасы пополняются. Ну что, на сегодня твой рабочий день закончен, да? А где же белое золото? Из чего делают брынзу? Сыра. Черного моря. Это полуфабрикат для производства брынзы, друзья. Да. Я хочу сделать хоть что-то своими руками полностью. Потому что тут я вам помогал, помогал, а тут я хочу полностью сам. Давайте. И так, бутс, который пролежал здесь уже сколько дней? Коптится он сколько? Четыре-пять-пять. Ты его маленький. Вот этот, да, брать, да? Я буду делать, друзья, брынзу своими руками. Вот беру бутс. Ой, драгоценные, друзья. Почти золото. Полуфабрикат золота. О! Скамейка, мясорубка, вижу. Что нужно сделать прежде всего? Столтур. Так, прибывай. У меня шуруп тут. Руки, аккуратно. Давай. К воду прям в воду. Так, так, так. Представляете, сыр, оказывается, нужно помыть. Обычная щетка такая, которую в любом хозяйственном магазине можно купить. Смыли всю сажу. Все, нормально, да? Нормально. Бутс помыт. Так, и кладите трошечки на солнышке. Чук-чук. Все, видите, какая простая система? Причем самая надежная мясорубка. Старая, ручная. Не то, что кухонный комбайн какой-то современный. Раз. Пойдем. По-гусульски тазик тазик тазик? Так вот так. Тазик. А кастрюля как будет? Банек. Банек? Да. То, что мы называем казанок или кастрюля, это банек. А вот если, например, вы говорите топор, это топор, а молоток, например, как будет? Ну, только цикловец. 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 Вот так. Вот очень многие слова кардинально отличаются. Ты даже не угадаешь. Ой, как красиво. Посмотрите, сколько дырок в сыре. Какая структура. Кстати, друзья, сыр – это один из самых древнейших продуктов на планете Земля. Считается, что его ели еще 7000 лет назад. И изобрели его, как и многие другие гениальные продукты, совершенно случайно. Считается, что произошло это по одной из версий на Ближнем Востоке. Аравийский купец отправился в путешествие и с собой взял молоко, налил в бурдюк. Потом сел перекусить, хотел выпить молока, открывает, а там вместо молока уже сгусток. И получился сыр естественным путем. Он решил попробовать, что это такое получилось из молока. Из уст в уст стала передаваться эта легенда. И по всей планете начали экспериментировать с молоком, сквашивать его, доводить до твердого состояния. И вот так вот появились сыры. Очень радует, что здесь, в Карпатах, сохранился древний способ его производства. Потому что, в принципе, весь мир уже делает на фабриках. А вы делаете вручную. Это вот эксклюзив. Процесс простой. Будут срежут и затем прогоняют через мясорубку. Ой, давно я такой мясорубкой не пользовался. Пальцей аккуратно, а то сейчас будет не только брынза, но и фарш гуцульский. Смотрите, как прикольно получается. Вот такое теперь. О, вы смотри, видишь, это край, крышок, а это и середик. И все у вас снять сюда усередение, будет усередение. То есть надо делать так. Давай так и туда. Кстати, похожие сыры есть и в Европе. В Италии называют рикотта, брюэль во Франции, а у нас гуцульская брынза. Ну, я, честно, сегодня отдохнул и телом, и душой. Спал, как убитый просто. Храпел. Храпел? Жена говорит, что не храплю. Ну, или важно. Видишь, без жены храплю. Жену в горы брать. А чего ж ты не берешь жену в горы? Не важно. Одно для плеча все не нужно. А если все возьмут жену? Березоболатно. Глибо подорожает. СМЕХ Тоже, друзья, особенность гуцулов, вот когда спрашиваешь о чем-нибудь, почем? Они отвечают. Тогда говорим. Почем сыр? Да, не переживай. Ну, не все так. Не все так, да? Так, а давай тогда поговорим. Сколько стоит килограмм бутса, вурду и брынзы у тебя? Брынза готова. Будет такое, что я и роблю. То есть будет 150 гривен. Килограмм? Да. А если я делаю? Ты уже заработал 20 гривен на себе. Ага, то есть 130, 20 скидка. Да. Отлично. Друзья, лайфхак, совет. Путешествуйте. Просите, можно я сам брынзу накручу? И это мужская работа, и 20 гривен на килограмме экономии. Так, хорошо. Бутс. По 103, а потом по 120. Ты знал, что в 2019 году брынза получила статус защиты по происхождению? То есть это означает, что теперь гуцульской брынзой можно называть только тот сыр, который сделан в Ивано-Франковской, Закарпатской и Черновицкой областях на высоте более 700 метров. Все остальные так называть сыр не имеют права. И это право, твое, кстати, в том числе право, защищает Евросоюз. И аналогию провести легко. Например, шампанское только из провинции Шампань, Франции. Получается, этим не только можно, этим нужно пользоваться, потому что у тебя теперь бренд. Я от души, друзья, надеюсь, что скоро настанут времена, когда мы с вами будем приезжать в Италию, Австрию, Францию и видеть на прилавках супермаркетов в разделе эксклюзив самый дорогой сыр. И он будет называться гуцульская брынза. Давай-ка чаю. Что такое лавица? А, это лавка. Тут есть такие слова, например, шкромблы. Это, друзья, обувь шкромблы. Или, например, гачи. Знаете, что такое гачи? Гачи – это трусы. Еще одно интересное слово – свырок. Сосок. Я запомнил это слово. Ну, вот как догадаешься, нет ничего общего ни в каких языках. Боняк – кастрюля? Боняк тоже, если не очень с розумом тоже боняк. А, то есть у слова два значения? Так. А если я человеку говорю – ты боняк? Да ты сами, если им мешать. Как бы это синоним – дурак? Да. Веселый народ в Карпатах. Друзья, не упустите возможность. Если вы путешествуете, приехали, например, в Буковель, не поленитесь. Приходите сюда. Попробуйте своими руками сделать сыр. Попробуйте сыр прямо в этой сыроварне. И поверьте, это эмоции на всю жизнь. Это круче, чем любой самый крутой ресторан в Буковеле. Ведро целое. Намолол я бутца. А сейчас будем делать из него белое золото Карпат. Наконец-то. Принесли соль. Горбе. 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 Ну вот, брынзу сделали. А как вы ее храните дальше? В таких яичках. Она прессуется? Так, и стыть в воротке. Друзья, если запрессовать белое золото Украины в бочку деревянную, вот такую, то хранится два года. Что за подарок? В Урду. В Урду даришь? Да. Спасибо. Горбе за подарок. Аукцион с щедрости. Спасибо огромное. Ну, слушай, за это хочется обнять, сказать спасибо. Ты подарил невероятные эмоции, ты подарил счастье. Я не забуду эти дни никогда. Я всем вам, друзья, рекомендую, приезжайте сюда, познакомьтесь с Василием. Он просто очень хороший человек и настоящий профессионал. делает супер сыр. Я не могу уехать, не подарив встречный подарок. Китайский чай. Да. Спасибо большое. Сегодня я получил бесценный подарок. К сожалению, быт и сыры карпатских сыроваров уже отнесены к списку исчезающих традиций. В конце 90-х годов прошлого века только в этом районе было около 80 подобных сыроварен. А сейчас осталось только 12. И каждый год их количество уменьшается. Вся проблема в финансах. Люди здесь работают тяжело и много. Но из-за сравнительно небольших объемов производства не могут заработать достаточно денег. Все больше пастухов и сыроваров вынуждены уезжать за границу, чтобы прокормить свои семьи. Хочется верить, что все изменится к лучшему. В Карпаты будет приезжать все больше туристов. Сюда придут инвестиции. А карпатский сыр станет одним из главных украинских деликатесов. Ведь он вкуснее многих заграничных. Сделан в чистейшем месте руками восхитительных людей. Наш сыр – это больше, чем еда. Это традиция и культура наших родных Карпат. Вот что значит настоящий внедорожник с полным приводом. Полноценная пониженная передача для прохождения особенно сложных участков позволяет с легкостью пройти там, где раньше я даже не рискнул бы. Поехали дальше. Пригоды, свобода руху та выбору свого шляха. Сузуки Джимми. Открывай свет разом. Смотрите в следующем сезоне. Мы продолжим изучать невероятные Карпаты и жизнь Гуцулов. Нас ждет волшебство. Я расчесался и умер, да? Отыщем мистических мальфаров, чтобы проверить их магию на себе. Батькам из мальфанова просто падаем и срам назвали. Я вас в уйням испарю. Испытаем шокирующий горный метод продлить себе жизнь. Ааа! Ааа! Ай, боже! Ай, ***! Неправильно все пошло! Ааа! И покажем вам потрясающие горные маршруты под новым углом. У нас в Украине есть свои семь вершин. Это наши украинские альпы. И, конечно же, продолжим исследовать самые необычные. Это был один из самых секретных объектов не только в Украине, но и в мире. Удивительные. Самая большая и мощная ядерная ракета на планете. Экстремальные. Прыжок! Останавливайся, останавливайся! Романтический. Семья, которая рождена благодаря тоннелю любви. Вкусный. Ммм! Друзья, попробуйте, вы не пожалеете. И самое главное, открытые для всех желающих места в нашей родной Украине. От винта! Полетели в Андрую Украиною! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...